Виктор Николаевич, добрый день. Вы только что вернулись с рабочей поездки. Хотелось бы узнать, что смотрели, что инспектировали и какие поручения дали. Мы сегодня такой большой делегацией. Это руководители наших структурных подразделений. Аркомхоз, Горсвет, главы округов объехали два района. Центральные районы, Ломоносцы и Октябрьские. На предмет посмотреть, как идет благоустройство. Сейчас как раз вопросы благоустройства решается. Вот у нас срок заключения контрактов, это высадка цветов и так далее, 10 июня. Как идет эта подготовка. Посмотрели, как идет ямочный ремонт дорог. Потому что в этом году, к сожалению, в связи с сокращением программы поддержки областного центра, по которым мы не получили 680 миллионов рублей, у нас средства 30 миллионов собственных средств и средства дорожного фонда 70 миллионов рублей. Значит, вот это средства, которым мы располагаем. Поэтому сегодня главная задача, это небольшие средства максимально использовать. Попутно посмотрели ход строительства в городе. Вы видите, город весь в кранах. Это, конечно, очень радует. Конечно, вы, наверное, скажете, так в основном строится жилье коммерческое. Но вы знаете, мы тоже считаем это своей заслугой. Почему? Первое. Во-первых, нам удалось через застроенные территории решить два вопроса. Первое. Максимально обеспечить комфортные условия для строительства, пусть коммерческого жилья, и оно, вы знаете, развивается и в центре города, и в том числе решение. И вторая задача, очень важная для нас, это за счет строителей расселение людей светкоаварийного жилья. И таких вот участков и договоров из 49 подготовленных на сегодняшний день 12. Мы тоже посмотрели эти стройки. Идут строительства и других объектов. Идет несколько строительства. Сегодня мы посмотрели два строительства торговых комплексов. Но они не в полном плане торговые комплексы, как мы там привыкли. Это все-таки торгово-культурные центры, где, скажем, Титан строит торговый комплекс, где будет и ледовая арена постоянного действия. Будут кинотеатры, будут различные детские парки, детские комнаты и так далее. То есть это будет в комплексе. Это первое. Во-вторых, меня иногда критикуют о том, что много торговых центров. Во-первых, это недвижимость, которая появляется в городе. Это новый уровень организации торговли. Это не киоски, которые там как в амбразуре подал деньги, получил некачественный товар. И еще раз подчеркиваю, это в целом такие культурно-развлекательные комплексы. Это тоже нужно. И я считаю, что это в некоторой степени определяет и облик нашего города как столицы, как областного центра. Поэтому мы тоже посмотрели строительство двух комплексов, которые будут сданы в конце этого года. И я думаю, что тоже украсят наш город. А что же все-таки в этом году будет сдано в городе? Сегодня на контроле у мэрии, у меня лично, конечно, самые главные объекты. Это вопрос очень важный, государственный вопрос. Это, конечно, строительство и расселение людей светкового ареного жилья. Сегодня у нас по этой программе два больших объекта. Это на улице Конзихинской, три дома, 36 квартир. И здесь работы идут планово. Мы сделали задел в прошлом году. И здесь не вызывает сомнений, что мы в срок сдадим три дома. И в первую очередь строительство домов в Цигламине. Вы в прессе слышите, значит, и оценка в наш адрес. Ситуация сложилась объективно в следующем. В том, что сложно в очень такой короткий период подготовить инфраструктуру полностью и выйти на сроки. Мы в начале, когда разобрались с этой ситуацией, сразу обозначили момент, что мы к сроку, вот к такому, как нам поставили программу, не успеваем. Мы честно об этом сказали, чтобы не обманывать ни людей, не подводить в целом программу. И, так сказать, я съездил с этими предложениями в фонд, обозначил эти предложения. Мы двигаемся согласно графику. Да, при этом надо учесть, что дома повторного применения. То есть мы в этой цепочке длинной подготовки земли, инфраструктуры и так далее, и так далее. До строительства там надо кучу всяких моментов пройти. И мы, конечно, просим соответствующее правительство области и фонд все-таки скорректировать. Это программа до 2017 года. Мы не нарушаем параметры программы, просим перенести сроки. Я думаю, что здравый смысл восторжествует. И, конечно, мы все-таки выйдем из этого положения. А почему мы строим малоэтажное только строительство, да, где-то там в северном округе, на окраинах и так далее. Причина заключается в том, что фонд, выделяя средства, ставит определенные условия. Сегодня условия следующие, что многоквартир... И, конечно, я уже 6 лет об этом, извините, стал дычу, о том, что резкий рывок в решении этого вопроса мы можем сделать только при строительстве многоэтажных домов. Пример этому, пусть там и мы начинали не очень хорошо строительство по 40-летию Победы, но мы этот дом построили. Это показатель того, что вот такого рода дома, это 93-я улучшенная серия, есть у нас свой комбинат здесь, который это может сделать, есть строительная организация и замечательный руководитель Киткин Сергей Васильевич, который это может прекрасно делать, и есть 6-й микрорайон, который там 23 гектара земля есть, который можно строить. Но условия фонда мы пока выполнить не можем. Они следующие. Для того, чтобы строить многоэтажные дома по программе и вкладывать в средства фонда, должно быть оприборивание домов практически на 100%. Если по электричеству, по теплу мы это сделали, там практически 100%, то в силу того, что водоканал находится в сложнейшем положении, при таком банкротном состоянии, естественно, выполнить за счет ресурсоснабжающей организации, в данном случае водоканал, мы это не можем. И оприборывание по воде составляет 19,4%. Вот, к сожалению, эти условия выполнить не можем. Но полпред проводил совещание недавно, как вы знаете, и эти вопросы мы подняли, потому что это не только касается города Архангельска, и многих других городов России. Попросили, может быть, условия изменить. И тогда нам бы было проще строить, чем малоэтажку. Но при том, что мы достаточно много вкладываем в средства, все-таки в подготовку инфраструктуры, сегодня метр инфраструктуры на квадратный метр жилья, оно остается экономически обоснованным. То есть, можно же вложить, знаете, в инфраструктуру столько-то, а в строительство домов вот столько-то. И потом квадратный метр будет не 34, там, с небольшим, как эта Минстроевская норма, она есть, потому что мы строим по Минстроевской норме. Она будет вот такая, там, 40 или 50 тысяч квадратный метр. Какое же это социальное жилье? Пока она соответствует, но в дальнейшем, конечно, более рационально использовать эти деньги. Вот, скажем, если о деньгах говорит, то по циклами для подготовки 26. Мы сразу готовим первую очередь 13 домов, и следующую очередь, вторую очередь, еще 13. Всего будет 26 домов. Так вот, мы на это все затратили, на подготовке, и затратим еще 230 миллионов рублей. Это, конечно, огромные средства, и более рационально их использовать при строительстве все-таки многоэтажного жилья. Сегодня есть проблема не только в городе Архангельске в части выполнения сроков, о котором мы еще раз говорю, честно говорим, но есть еще и в других муниципальных образованиях нашей области. То есть, неблагополучно в самой системе организации расселения людей с ветхого жилья, значит, надо вносить изменения, надо обращаться, скажем, и в правительство, и в фонд, и об изменении закона. Вот, поэтому мы такие предложения делаем, и одно из предложений можно было бы покупка. То есть, сегодня можно было бы заказать строителям, они построили, что называется, нам не связываться с подрядчиками, потому что зачастую получается, вот один из еще негативных таких моментов, да, это Доковская, так называемая, да, четыре недостроенных дома, компания Империанова строит уже третий год. Ну, эта же компания не достроила, как известно, Косторезную фабрику у Ломоносова, да, не выполнила. Она же там не начала и, наверное, не будет начинать строительство набережной Седова, которая очень важна в Соломбале, которая там уже, так сказать, вода съедает, и мы всеми способами стараемся укрепить, берем укрепление. Вот такая компания, которая выиграла конкурс, опустилась в цене и не достроила наши дома. Сегодня находится это в судебных тяжбах, и, конечно, мы сегодня принуждаем с помощью суда, принуждаем, чтобы строитель все-таки закончил эти объекты. Они сегодня там на 80% практически готовы. Поэтому, вот, чтобы не связываться с такой рода подрядчиками, можно было бы у строителей покупать, заказывать, покупать готовое жилье. Я вас перебью по доковской. Очень хочется, чтобы у наших зрителей, у зрителей нашего канала осталось такое очень нятное впечатление об этой улице. Итак, очень хочется узнать, уже есть информация о том, что уголовное дело в отношении ваших замов закрыто, и вот этот уголовный оттенок с улицы Доковской ушел. Так ли это? Да, значит, проведено там в течение нескольких месяцев прокуратурой, следственным комитетом, значит, работа, по итогам которой признана, что наши коллеги, значит, не виноваты, никакого, так сказать, причастности к этому не имеют, но и иметь не могут. Система сегодня очень простая. Мы провели конкурс на заказчика. В этой системе еще есть такое звено, как заказчик. Вот вы представляете, что вы решили ремонтировать свою квартиру, у вас есть какие-то средства, и вы попросили соседа, чтобы он этим занимался. А сосед нанял какую-то организацию, которая является подрядчиком. Вот такая система, удивительно непонятно. То, что подрядчик, конкурс на подрядчика должен проходить, вопросов не возникает. Действительно, должны быть конкурсы, цена должна падать. Ну, не безумно, конечно, до того, что за эту цену потом уже сделать ничего невозможно. Но вот заказчик, почему сам инвестор, сама мэрия не может выступать заказчиком? Тем более, у нас есть специализированная организация, стройсервис, которая, ну и когда-то так и было, стройсервис занимается, как заказчик контролирует, и мы, значит, соответствующе по КСКам платим. Нет, мы отдали свои деньги заказчику, заказчик найдет подрядчика, и оба они провалились. Сегодня прокуратура уже разбирается с ними, с заказчиком. Но мы при этом предлагаем подрядчику о том, что мы готовы выступить в качестве, раз они сложили полномочия в одностороннем порядке, выступить заказчиками сами. Стройте, предъявляйте КСК, мы будем оплачивать. Вот сейчас на такой стадии идет решение этого вопроса. Мы не раз обращались в правительство, помогите. Все-таки уровень правительства и наш, он другой. И еще раз говорю, мы попали вот с этой фирмы, и они по Косторезной фабрике, и по набережной, и мы. То есть у нас сегодня, как говорится, враг один. Поэтому его надо, так сказать, вместе там или уничтожить, или заставить, чтобы он это сделал. Мы теперь вместе с прокуратурой и следственным комитетом будем заставлять нашего генерального подрядчика достроить все-таки всеми способами. Поэтому, если все-таки ситуация какая-то будет возникать, мы все-таки объект заберем и достроим. В этом перспектива есть. А извините, чтобы избежать вот таких ситуаций, какая-то должна быть поменена схема? Кто в силах это поменять? Сейчас вот новый закон, вроде, казалось бы, 44-й, вместо 94-го закона, он еще более усложнил эту ситуацию. Я считаю в этом случае, конечно, конечно, может быть, раз возникают в муниципальных образованиях такие проблемы, все-таки у нас нет там неконтрактных агентств. Но если город Архангельск идет по этому пути, наверное, создаст контрактное агентство, которое занимается профессионально, специалисты подготовки документации и так далее. Так вот, эта программа, собственно, региональная. Может быть, тогда, я еще раз говорю, не хочу там ответственность снять и перекинуть на правительство области. Но и кадры, и контрактные агентства другие, может быть, им самим проводить конкурсы и так далее, и так далее. Вот, может быть, так. Вы только что сказали торжественно, что мэр всегда говорит правду. Вот тут недавно совершенно выступал губернатор и сказал, что мэрии и городов больше не верю, верить не хочу, не хочу финансировать безделье. Это он говорил об улице Доковской. Ну и в целом о переселении из ветхого и аварийного жилья людей. А вот хотелось бы узнать, действительно, областной бюджет финансирует вас, я имею в виду, бюджет города и все ваши начинания в больших размерах, что им позволяет так говорить? Я только что рассказал вам правду жизни по Доковской. И деньги забрали 140 миллионов рублей, и нашими квадратными метрами отчитались. Это в фонде знают, и мне об этом в фонде сказали. Поэтому это вот правда жизни. На что тут обижаться и не доверять? Что касается вклада средств, это тоже, мягко говоря, неправда, потому что, у меня есть диаграмма, значит, вот по первому этапу, наиболее свежая, да, по первому этапу в циклами строительства. Так, областной бюджет 9,4, фонд 431 миллион рублей, городской бюджет 229,9 миллиона рублей. Ну, цифры сами за себя говорят, поэтому цифры – это вещь упрямая. Что касается обид там, да, ну, а как не обижаться на мэра, на мэрию, скажем, потому что она все время борется за то, чтобы отстоять свои права. 20 миллиардов рублей город Архангельск во все уровни бюджета перечисляет, а бюджет города составляет, ну, 7,3 миллиарда рублей. Вот, кстати, за мое руководство городом бюджет увеличился с 2,5 миллиарда рублей до 7,3. Вот, так вот, а на собственные расходы 4,5 миллиарда рублей, потому что остальное – это субсидии на оплату учителям, там, то, что положено по указу президента Российской Федерации, они через нас только проходят. Так вот, 4,5 миллиарда рублей из 20 миллиардов рублей. И, конечно, мы за каждую копейку боремся. Ну, вы знаете, все же в сравнении. Вот, если мы спросим, вот, губернатор, правительство, что для города Архангельска сделал за два года? Ничего. Только забирало деньги, создавало нам проблемы в тарифной политике, и эти проблемы вызвали проблемы водоканала, там, и так далее, и так далее. Я, если будет интересно, об этом там расскажу, там, цену управленческого решения. Вот. И, ну, ничем, ничего в городе Архангельска... Мы сравним вот прежнего губернатора, да? Мы там говорим, злой, чужой Михальчук. Злой, чужой Михальчук. Значит, в 2008 году, когда пришел, пригласил меня, говорит, какие у тебя проблемы главные в городе? Я говорю, вот, дороги проблема, значит, ну, ветхое аварийное жилье проблема. А у нас к этому времени мы в 2008 году подкопили на строительство и ремонт дорог. Вы помните, какие эти были дороги, да? Ну, первую дорогу еще мэр Донской построил в Северном округе, это был 2006 год. Значит, и бум строительства дороги был в 2008 год. И мы подкопили в бюджете миллиард сто миллионов рублей. Сколько у тебя денег? Миллиард сто миллионов рублей. Я тебе добавляю до ровного счета 400 миллионов рублей, и он добавил. И мы на полтора миллиарда рублей построили и отремонтировали 50 километров дорог. В истории, там, современной истории города Архангельска такого никогда не было. И вот этот задел, он, собственно, действовал до сегодняшнего момента. Вот, ну, при этом там построили там Веучейского, еще, еще, еще. Но вот то, что мы сделали в 2008 году по ремонту, вот сегодня пришел... Мы что попали в такое положение? Ремонтом дорог, конечно, по технологии надо заниматься постоянно. То есть не бывает так. Вот есть гарантированный срок 3-5 лет. Ну, иногда там ферма Нечаева дает там 7 лет, потому что они сами и качество обеспечивают и так далее. То есть сегодня мы столкнулись с тем, и мы где-то прогноз был, мы почему за программу областного центра бились. Потому что там, в основном, дорожное строительство и ремонт, потому что мы понимали, что закончится гарантийный срок, и мы поимеем то, что имеем сегодня по дорогам. Вот, плюс еще погодные условия, потому что небольшая трещина завтра незаделанно превращается в ямку, ямка в яму, и в итоге, так сказать, разрушается дорожное полотно. Вот такая ситуация. Значит, это первое. Второе, по расселению ветхоаваренного жилья выделил, у нас еще, кстати, есть такая форма, это денежная компенсация населения. И она очень эффективная. Я считаю, с точки зрения, то есть это строительство переселения людей, это за счет застроенных территорий, за счет переоборудования каких-то освободившихся помещений. У нас такие примеры есть, там, по Павла Орлова, по Теснанова, 5 и так далее. И нам удалось закрыть более 100 судебных решений и, так сказать, людям сделать очень хорошо. Может быть, все-таки бюджет был областной, да, в то время как-то более успешным, а сейчас вот все трещит по швам, поэтому так обделяют областной центр? Ну, вы попали, конечно, в точку. Вот, честно говоря, ко всем этим плюсам, да, которые я сказал по поводу Михальчука, самый главный его минус, он набрал столько кредитов, что посадил область на грани банкротства. Это правда. Вот, и сегодня, конечно, Игорь Анатольевичу не позавидуешь. У него там минус 26 миллиардов и вот этот вечный 4-5 миллиардов, которые вот балансируют между этим, балансируют, что область на грани банкротства. Понятно, его задача, еще тут указы президента, надо выполнять и повышение заработной платы и так далее, и так далее. Я все это дело понимаю, но все это можно решать вместе. Я всегда говорю, ну, не просить, губернатор это большой человек, и он просить, наверное, по определению не должен, наверное. Ну, работая с муниципальным образованием, в том числе с муниципальным образованием, которое является донором 20 миллиардов рублей, нужно. А вот залезать в карман без спроса горожанам не надо. И нельзя просто обуть, значит, выполнить там задачи, которые поставили перед тобой наверху, и про народ забыть. Ну, я еще раз говорю, чем запомнился? Запомнился тем, что решил льготы отменить. Компенсацию за непосещение детьми детских садиков, а это больше всего, конечно, ударило по городу Архангельску, потому что здесь проживает 30% населения, чисто, так сказать, даже арифметически, а наших мамочек это порядка, наверное, 6 тысяч, которые получают эту компенсацию. Ну, и при этом, при первом вопросе, потом, значит, оправдание, вы меня неправильно поняли, по первому вопросу. По второму, что, значит, мы сэкономим, а цена вопроса этих компенсаций по всей Архангельской области 480 миллионов рублей. При этом, говорится, лучше на эти деньги построить кучу садиков. Так вот, на эту сумму можно построить полтора садика. Для ребят там 200-300 человек. Все, ну, что, как бы там арифметика сама за себя говорит. Александр Николаевич, да, он так может быть пригласить на открытый разговор губернатора области? Да я готов всегда к любому разговору, и всегда иду навстречу, и снимаю трубку, говорю, Игорь Анатольевич, может быть, все-таки сядем за стол переговоров и переговорим. Значит, и говорим. Ну, все как-то получается с точностью да наоборот. Попрошу деньги на расселение ветхого ареного жилья, включат прокуратуру, чтобы нас проверили по полной схеме. Значит, попрошу установить экономический обоснованный тариф для водоканала. Все с точностью да наоборот. Вот, и так далее. Ну, я не знаю, сложилась такая, в моем понимании, может, я не прав, конечно. Вот, то есть, вот такое создание системных проблем. Да, однако же у вас есть опыт все-таки нормальных, таких позитивных, да, конструктивных отношений. Да, безусловно. Я считаю, что точка невозврата, она еще далеко. То есть, мы можем сесть за стол переговоров, договориться. Была бы только добрая воля. С моей стороны, добрая воля, она всегда есть. Просто еще раз говорю, те факты, которые есть, они говорят, ну, пока об обратном. Ну, надеюсь, мы все-таки договоримся. Кстати говоря, о системе работы. У нас она такая сложилась, ну, устная какая-то работа, деловая там, договоренность. Но еще есть такая большая, как известно, там, переписка. Вот это тоже форма, так сказать, взаимоотношений. Она же излагается в каких-то письмах, просьбах, там, в предложениях своих вариантов. Так вот, у нас сложилось, потому что я ответа от Игоря Натальевича не получаю. Я его мнения не знаю. Я получаю ответы, вот ему пишу, а ответы получаю за подписью Гришкова или Алсуфьева. А вот он обиделся о том, что, а что же Павленко задает вопрос через средства массовой информации. И сейчас услышит, увидит передачу, опять обидится. А потому что я не получаю ответа. Я говорю несколько раз, Игорь Анатольевич, ну, я должен знать ваше мнение. Хорошее, плохое, там, с аргументацией я его не получаю. Я только получаю мнение за подписью там Гришкова и Алсуфьева. Ну, у нас еще в Архангельске есть и другая власть, и городская дума. Хотелось бы несколько слов послушать, как складываются взаимоотношения ваши с ней сегодня? В течение вот всего моего периода работы отношения складываются конструктивно. Конструктивно, и мы действительно работаем в таком в едином ключе. Вот предстоит в ближайшее время мой отчет, я уже не первый раз отчитывается перед депутатами, и на каждой сессии у нас такое правило. Если вопрос не подготовлен, если он не проработан там в комитетах с депутатами, здесь с нашими специалистами, он на сессию не выносится. Поэтому вопрос должен быть суперподготовленный. Да, по нему могут еще и в ходе какие-то замечания, предложения. Поэтому строится конструктивная работа. Еще раз говорю, мы вот на равных. И я считаю, что, когда говорят о власти города Архангельска, то должны иметь в виду и мэра, и городскую думу. Насколько, на Ваш взгляд, вообще сбалансирован бюджет города? Бюджет очень напряженный. Он составляет 7,3 миллиарда рублей при дефиците 6%. При максимальном дефиците 10%. Вот такие параметры. Ну, еще раз говорю, конечно, там течение разное среди депутатов, но большая часть депутатов все-таки, она и принимает бюджет, голосует, и мы прорабатываем этот бюджет. Все-таки мы считаем, что бюджет достаточно сбалансирован при всех тех моментах, которые есть. Но при этом, надо сказать, что мы кредитуемся. То есть, вот, казалось бы, тоже парадокс. Город, который там зарабатывает 20 миллиардов рублей, отдает в областной бюджет, скажем, является донором, при этом кредитуется. Мы кредитуемся порядка 800 миллионов рублей. Если бы мы это не делали, то, конечно, дела бы обстояли значительно хуже. Мы бы ничего не смогли строить. Мы строим и социальные объекты, и школу построили в 69-ю, и детские сады строим, и там и бани, и другие объекты. То есть, приходится даже кредитоваться. Поэтому я считаю, и большая часть депутатов считает, что все-таки они голосуют и принимают практически единогласный бюджет, достаточно сбалансирован. Но, может быть, и, наверное, совершенно справедливо такие там высказывания, мы еще планировали бюджет все-таки в расчете на 680 миллионов рублей, которые будут по программе областного центра. Это высвободило бы нам, значит, под решение других проблем. Поэтому по-любому мы прислушаемся, и депутаты имеют возможность мы в контакте не только на сессиях, но и активно между сессиями задать вопросы о бюджете. Мы эти вопросы все утрясаем. Идеальной ситуации, безусловно, нет, но я считаю, что бюджет достаточно сбалансирован. Меня интересует, как повлиять на отношения жильцов и управляющих компаний. Может ли сюда вмешаться мэрия, городская власть? Потому что это очень больная, наверное, для жильцов проблема. Да, это одна из действительно больных проблем. Здесь законодательство, к сожалению, практически не дало полномочий муниципалитету. Но в итоге люди все равно спрашивают, конечно же, с мэрией о работе управляющей компании. Я должен сказать, что за последнее время методом всяких решений все-таки у нас костяк управляющей компании сформировался. Проблему составляет, конечно, это деревянный фонд. Никому он не интересен. К сожалению, я это констатирую, но мне это досталось. То, что досталось. У нас там более 100 управляющих компаний, такое лоскутное одеяло. Конечно, надо было и в других городах этим процессом управляла мэрия. К сожалению, мои коллеги этим процессом не управляли. И создание управляющей компании прошло хаотично. Наверное, идеальный вариант 8 округов. Это максимум 8 управляющих компаний по округам. В которых должны были быть и дома многоквартирные, и тут же деревяшки, как в нагрузку. Я это говорю, как есть, потому что всегда так было. И в советские времена плата с многоквартирных домов распределялась в том числе и на дома деревянные. Менее благоустроенные. То при изменении системы, конечно, к сожалению, вот эта самая большая проблема составляет, конечно, управление деревянными домами. И особенно среди этого, это управление ветхим аварийным фондом. Поэтому мы в этом случае вынуждены были взять на себя. И управляющая компания, Аржимков сервис является 100% муниципальной компанией. Но при этом мы не можем не давать ни дотацию, скажем, на капитальный ремонт этих зданий, на подготовку к зиме. И потом это вызывает, конечно, справедливые негативные моменты у жильцов. Во время, ну, если сбор там с этого деревянного дома, там, тысяча рублей, представьте, то есть невозможно не содержать ни дворника, там, ни уборщицу, не вести планомерную работу по подготовке этого дома к зиме. Ну, учитывая вот эти все обстоятельства, совершенно правильно был сделан региональный оператор по ремонту, содержанию, то, что мы сейчас видим. Ну, мы тут опять нарвались на ситуацию, в которой мы вот сейчас публикуем планы капитальных ремонтов наших домов. И находим свой дом там в каком-то там... В 2038 году я свой дом там нашел и так далее. И так далее. Конечно, идея совершенно правильная. Опять аккумулировать и использовать средства, может быть, привлечь средства там банков и так далее. Цель-то благая для того, чтобы помочь как раз вот домам, ветхим, аварийным, деревянным домам и так далее. Вот. Ну, чем это, во что это выльется, пока неизвестно. Мы просили, чтобы этот закон позволяет в рамках регионального фонда создать свой городской фонд. И, может быть, даже по городам, может, для Северодвинска, там, Архангельска. Хотя мы понимали, что мы на себя ответственность берем. Но тогда бы хоть было понятно в рамках города. То сейчас в рамках области единого этого фонда непонятно, как будет реализовываться эта программа. Значит, некоторые рычаги этого влияния у нас появились в связи с по закону создания жилищной инспекции. Поэтому здесь, конечно, мы должны... Резерв в этой работе огромнейший. Конечно, и департаменты городского хозяйства, и руководители округов должны использовать этот рычаг для того, чтобы инициаторами выступать. Правда, наша политика строится в том, что мы всегда на стороне жильцов. Вот никогда на стороне управляющей компании. Жильцы решили поменять управляющую компанию. Мы помогаем для того, чтобы им... Или ТСЖ создать. Я, честно говоря, сторонник того, что, конечно, ТСЖ – это форма управления домом более демократичная и понятная. Если люди принимают решения, мы всегда стоим на стороне все-таки людей, жильцов дома. Можно ли раз и навсегда решить вопрос с уборкой города? Сейчас вы очень пристально к этому внимание проявляете. Конечно, есть проблемы во дворах, особенно, конечно, там, где деревянный фонд. Но чисто банальная фраза, чисто аксиома – чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Конечно, вот что труднее, я всегда говорю, вывезти мусор, мы его вывезем рано или поздно, или людей приучить не мусорить. Или хотя бы не то, что не мусорить, а хотя бы пакет положить не мимо контейнера, а в контейнер. Вот зачастую контейнерная площадка, что собой представляет, бывают пустые. Сейчас неплохо работает САХ, и мусороперерабатывающий там завод. Контейнеры зачастую пустые, вокруг страшное дело. Поэтому, конечно, прежде всего, надо воспитать вот эту культуру. Вот у нас в этом году удивительно было, мне поразило, ну, то, что касается деревянного фонда, ну, потому что определенный контингент жителей там проживает, там, да, вот, ну, в жилье, которое самими жителями построено, там вложены большие деньги, вот там, на Поморске, на Ломоносово, прямо тут вот рядышком, когда из окон многоквартирных домов выбрасывается плод до бутылок, после выпитого пива, конечно, меня вызывает, ну, удивление, мягко говоря, потому, конечно, убирать надо, дворников содержать надо, все эти схемы уборки города в нас есть, мы это дело стараемся, ну, и с каждым годом и средств все больше становится на уборку. Я вот привожу пример, там, октябрьского округа, там, вот, до меня, там, в округе было на благоустройство, наверное, 1 миллион рублей, сейчас в округе, наверное, там, миллионов 15 уже на эти цели, то есть и средства вкладывается, вот, и, к сожалению, проблема остается, поэтому тут обоюдный процесс, нам надо хорошо работать, и тем службам, которые обязаны это делать, и контролировать, ведь зачастую, к сожалению, это факт, и я же не отрицаю, о том, что не каждый относится к делу должным образом, да, мэру надо, как завхозу, как хозяйству контролировать все, и соответствующим заместителям, руководителям департаментам нужен контроль, контроль и контроль, вот, за теми деньгами, которые действительно должны рационально использоваться, но мне кажется, что в городе Архангельске за последнее время какой-то сдвиг произошел, все-таки люди стали к этому относиться более ответственно, вы посмотрите, даже там, ну, когда-то мы проводили 100 лучших двориков, сейчас их значительно больше, люди стараются купить рассаду, посадить цветочки какие-то и так далее, то есть процесс идет, но его надо постоянно, постоянно стимулировать, поддерживать и стимулировать, да. Вот когда возвращаешься из других городов, в Архангельск по дороге, и видишь, что происходит сегодня на Вологодской трассе, вот в районе Любовского, и думаешь о том, господи, неужели это все у нас, развязки будут, просто Москва, Москва, а потом ты езжаешь до нашего знаменитого моста и упираешься, вот как теперь это называется, узкое бутылочное горло, да, так теперь говорят специалисты, что же будет, что делать вообще, как это все будет взаимодействовать. Ну, я тоже очень рад, что по всей М-8, значит, идут работы, и действительно эта трасса превращается в такую серьезную европейскую трассу, но и при въезде в город Архангельск идут большие работы. Они также связаны с тем, что мы сейчас ведем переговоры и подготовим документы, что от М-8 Краснофлотский мост и объездная дорога полностью до Талахи, аэропорт Талахи будет передана в федеральный бюджет федеральным дорожникам и ведется проектирование, и эта дорога будет четырехполосная. Это первая и вот одни из там развязок, связанные в том числе и с этим. Что касается самого узкого места железнодорожного моста, он, как известно, принадлежит железной дороге и нам, автомобильная часть. Мы в последнее время ведем переписку с железнодорожниками на предмет. Есть несколько вариантов. Проведено обследование этого моста. Конечно, не аварийное, но требует ближайшего принятия решения, иначе этот мост может быть закрыт. В принципе, ведутся разные варианты. Строительство нового моста рядом, одно из предложений. Строительство моста в районе, и у нас по генеральному плану это предусмотрено, строительство в районе Турдеева, поселка Турдеева, и вывод всех там коммуникаций железнодорожных туда. Ну вот мы свои предложения дали. Какое будет предложение железнодорожникам, потому что цена вопроса, конечно, огромнейшая. Но при всем при этом, есть задачи перспективные, есть задачи локальные. Конечно, мост подремонтируем, но его там не расширить. Значит, пропускную способность можно обеспечить чем? Это строительством все-таки двухъярусной развязки. Здесь, вот с нашей стороны, со стороны Шабалина и обводного канала. И такой план есть, но пока средств на решение этого вопроса, к сожалению, нет. Значит, одно из предложений, в том числе и по финансированию как областного центра, предполагалось решить за счет этого. Но поскольку, так сказать, программа приостановлена, то и финансирования нет. На сегодняшний день состоялись несколько совещаний, в том числе под руководством Алсуфи, о том, что сегодня федеральные дорожники прорисуют их видение. То есть, есть видение этой развязки, значит, двухуровневой развязки Смольный Буян, обводный канал, Шабалина и с выходом мимо библиотеки. Там задают вопрос, вот построили библиотеку, не оставили места. Это неправда. Значит, место между насыпью и библиотекой оставлено для того, чтобы сделать дорогу выезд сюда на проспект Ломоносово. Все это есть, значит, прорисовки с нашей стороны тоже есть. Со стороны дорожников федеральных тоже мы в ближайшее время получим какое-то видение их проблемы, как специалистов. Сегодня нужны деньги на проектирование строительства. На сегодняшний день их пока нет. Логично было бы, вот дорога будет сдана там в 2015 году, и мы упремся, шикарно прокатившись по этой дороге оттуда, упремся вот в этого, к сожалению, горлышко. Ну вот, это в срочном порядке решать надо. Это один из таких главных вопросов дорожного строительства в городе Архангельск. Ну а деньги дорожного фонда могли бы быть помощником в этом деле? Безусловно. Значит, или этот источник. Сегодня дорожный фонд области представляет собой 4,5 миллиарда рублей. Мы, город Архангельск, получает из всех этих денег 70 миллионов рублей. Всего лишь. Хотя, ну, по всем, как говорится, законам, жанра, в пересчете на автомобили, количество населения, там у нас более 100 тысяч единиц техники в городе Архангельск. А представляете, сколько ее проходит, приезжает сюда в город Архангельск. А сколько этой техники большегрузов. Вот, скажем, пример маленький. Переехали на платной понтоне, на платном понтоне в Северный округ. И все. И для того, чтобы порт экономии проехать, через весь Северный округ. И они нам эту дорогу все убили. В этом году дорога такая, конечно, ужасная, потому что большегрозы. То есть, ну, всех оснований того, чтобы город Архангельск получал, ну, уж, если не миллиард, иногда мы говорим, что в пересчете на машины, вклад города Архангельска, в дорожный фонд, оплата транспортного налога и так далее, и так далее, наверное, по всем канонам прийти на миллиард рублей. Ну, хотя бы уж не миллиард, какие-то суммы могли бы быть, но, к сожалению, нет. Тогда и было нами предложено, а давайте сделаем для города Архангельска вот такую программу, потому что, ну, это областной центр, это столица. Ну, вот построили улицу Ваучейского. Соединили самым коротким путем там морской речной вокзал и ЖД вокзал и автовокзал. Ну, хорошее дело сделали. И, что одно из самых важных, мы инвестиционную привлекательность района сделали. Вот все районы по застроенной территории справа и слева от Ваучейского разобраны строителем. И сейчас идет проектирование, ближайшие там 2-3 года там бум строительный начнется. Мы вызвали инвестиционную привлекательность. Так вот, если мы все-таки хотя бы поэтапно, там старый проект есть, строили Московский проспект, мы бы и инвестиционную привлекательность в 6-ом районе имели бы и так далее, и так далее. Вышли на улицу там Ленина, дальше на объездную дорогу и так далее. Хотя бы двигались. Там понятно, что миллиарды рублей есть, нужны, но их нет. Ну, тогда там этапами, первый этап, второй этап, самый главный этап, это все-таки пройти 6-й микрорайон и еще раз говорю, а там 23 гектара земли. Это там порядка 200 тысяч, а то и больше, квадратных метров жилья можно построить и так далее. Что с землей? С 1 января 2014 года 100% на нас варенную пата за землю будет поступать в муниципальный бюджет, а административанием ее будет заниматься правительство области. Это следующее управленческого решения ждать? Вы знаете, мы много раз обращались с просьбой все-таки вернуть землю, потому что по закону получается так, вот мы за то, чтобы не было административных барьеров, но вот этим нерешением этого вопроса мы этот барьер создаем. Почему? Потому что сегодня земля в городе Архангельске принадлежит, распоряжается область, заявитель идет сначала туда, значит, оттуда нам приходят заявления по межеванию, по оформлению первичных документов, потом мы туда-обратно, и вот вся эта канитель происходит. Ну, это бы ладно, вроде все-таки до принятия решения, которое вы говорили, ладно, еще как-то понятная ситуация. Но когда полностью теперь сборы, там раньше сбор был 80 на 20, 80% собирали и перечисляли, нам 20% осталось в области, то с 1 января все 100% этого налога должны поступать в муниципалитет. Ну и парадокс, то есть сегодня старший дядя собирает для нас, как бы, или должен собирать этот налог. Какой итог? Ну, не за один год, а за последнее время долг более 500 миллионов рублей. Долг вот это составляет за последние годы, вот это не резерв ли это средств? Ну, пока вопрос подвис и передача земли, конечно, вроде как не намечается. Вот один из тоже управленческих решений, с чем связан, неизвестно. Еще одно приведу, пример, наверное, и достаточно будет, а там тоже важный для нас, это строительство мусороперерабатывающего комбината. Мы за последнее время, знаете, что это проблема, хотя, что касается свалки, мы провели огромнейшую работу, заказали исследования по шурфированию и так далее, купили соответствующую технику, и тут-ху, свалка не горит, уплотняется соответствующим образом, значит, и с этим, с проведением мероприятия, нам каждый год продлевает. Мы параллельно там, значит, в Приморском районе попросили место за Юросом под полигон, оформили соответствующим образом и так далее, и вели переговоры, и практически вышли на подписание договора по строительству мусороперерабатывающего комбината. Ну, здесь область говорит, нет, мы будем этим вопросом заниматься сами, ну, ради бога, мы остановили, отказали инвестору, принято соответствующий областным собранием документ о том, что создание межмуниципальных полигонов, переработка, нет вопроса, вот, в итоге каких-то непонятных действий город Архангельск из этих трех городов, для три города Северодвинска, Новодвинска, Архангельск выпадает вообще. Мы говорим, как, а мы где, какая там, то есть, вы нам не дали и самим позаниматься и не включили нас в эту схему. Значит, ответа нет. Это что вот за управленческое решение? Мы, конечно, ну, наверное, мы очень вредные там или скрупулезно, мы позадавали вопросы, значит, а как будут вывозиться с островов? Потому что это тоже проблема большая, и природоохранные органы сейчас просто, они такие штрафы, что можно обрушить весь бюджет города Архангельска. Кстати, они там прислали сейчас и по действию свалки нынешней. То есть, мы все-таки надеялись, что мы общими усилиями будем эту проблему решать. Сейчас вот как ее решать, мы остались наедине с этой проблемой. Где будут, скажем, определен полигон, это в Рикосихе бывшая птицефабрика, на бывшей птицефабрике. Плечо доставки мусора, конечно, очень большое. Для Северинска удобно, не знаю, как для Новодвинска, для нас, конечно, очень огромнейшее. Представляете, с Маймакса везти туда мусор. Значит, тогда должны быть станции перегрузки, складирование. Малые машины свозят, потом огромнейшие машины, скажем, увозят туда, перерабатывают. там есть определенная логистика и так далее. Вот этого ничего нет. Как будет использоваться наш САХ? Это там больше сотни людей, машины, техника, достаточно отстроенное предприятие. Пожалуйста, как оно будет использоваться в этой схеме? Будет ли она заниматься сбором этого мусора? Может, до этих сортировочных будет этих пунктов возить и так далее? То есть, вот, нормальные же вопросы я задаю, да? Вас же они не вызывают никаких-то сомнений, да? Хотя Вы не специалисты. Нет, нет, но они все по делу, даже мы это понимаем. А что касается этого крематория, для нас, конечно, это вопрос тоже вопрос из вопросов. Депутаты, значит, даже не наша инициатива, а депутатская инициатива, о том, что уже долгие годы, но и сама ситуация на кладбищах, это вопрос, конечно, тоже очень серьезный. Каждый год мы тратим на отсыпку и расширение кладбища порядка 150 миллионов рублей. И уже сегодня практически кладбища в черте города, они полностью заполнены, расширять некуда. Значит, остается одна валдушка. за городом. Вот единственное, значит, вопрос серьезный. И чем каждый год 150 миллионов рублей, но отсыпка тоже должна продолжаться, потому что должна быть альтернатива захоронения. Кто-то хочет крематорий использовать, кто-то нет. Но сегодня и без хозных, так называемых, невостребованных, умерших, очень много и так далее. То есть назрела необходимость строительства крематория, небольшого крематория. На что мы с депутатами вместе решили выделить средства на проектирование и строительство. Что тут началось? Началось лоббирование какой-то неизвестной частной фирмы, которая там на территории Приморского района пытается строить крематорий. Подключилась даже прокуратура. Сейчас прокуратура, значит, пришла большая жалоба, что мы такие негодяи и коррупционеры не даем строить крематорий. Но кроме вопросов коммерческих, которые значит понятно преследовать эта частная фирма, значит, а мы это предприятие крематорий строил бы муниципалитет и средства бы поступали в муниципалитет. Вот. Кроме этого есть еще конечно вопросы безопасности. Я не знаю там кого и как будет сжигать этот частник и кто за ним там стоит. Это же вопросы безопасности. Но упорно правительство области под ключ в прокуратуру борется за этот частого инвестора. Почему? Не понимаем. Меня еще один вопрос волнует. сохранение исторического центра в Архангельске. Так долго сохраняли набережную, а сейчас она застраивается такими блокхаусами. Что вы об этом думаете? Вы знаете, конечно у специалистов разное мнение и вы видите, что это вызвало целую такую дискуссию большую между нашими архитекторами, городскими архитекторами области. Сюда подключились и даже союз архитекторов России. Сегодня что-то историческое не сносится, слава тебе Господи. Что касается набережной, там исторического ничего не было. Предложение архитекторов именно под вот такой архитектуре. Они победители различных конкурсов и так далее. Победил вот этот проект и этот проект утвержденный будет строиться. Но при этом еще раз говорю, ничего исторического не снесено. Историческое у нас есть. И здесь другое дело, что у нас зачастую просто нет средств, чтобы привести это в порядок. я считаю, что и в других городах европейских рядышком сочетание стекла и истории какой-то. И это как-то у людей не вызывает каких-то вопросов, потому что это приведено в идеальное состояние. Вот мы строим здесь Рои ЖК. Строят Новоскресенск. Вот характерный пример. И там старинный более 100 лет дом, в котором это жилой дом, в котором проживают жильцы. И, конечно, вот сейчас дадут этот дом, красивый дом будет на пересечении. И вот такой, как гнилой зуб, вот этот дом. То есть мы должны найти средства совместно, чтобы этот дом отремонтировать. Дальше пример Ломоносова и Поморская, да, слева разрушающийся практически дом, тоже жилой дом, тоже исторический памятник. Вот мы должны, вот если бы приводили в порядок, и тогда бы ни у кого не возникало вопроса. Кстати говоря, вот мы говорили о торговом центре, который на пересечении Троицкого и Володарского, там было историческое здание, внутри, вы скажете, так вот историческое здание снеслись. Значит, с условием того, что оно будет полностью воссоздано. Скажем бы, вот мы долгое время никому не нужны были пивозавод, это пивозавод, который там просто тоже, как на Попово, провели наконец-то конкурс, поработали с подрядчиками, и сегодня продали за 34, там, с копеек, миллионов рублей, при условии, что он будет восстановлен. И уже, так сказать, я буквально недавно разговаривал с теми, кто купил этот, значит, объект, у них есть большие планы по реставрации, то есть, вот силами инвесторов мы восстановим еще вот такое историческое. Поэтому ничего в этом бояться не надо, надо ни в коем случае не утратить историческую ценность, вот это я полностью согласен. О том, что рядом будет строиться новостройки, ничего страшного в этом не вижу. И не только, я-то, я же не определяю там градостроительную политику, это заключение, так сказать, людей компетентных на уровне архитекторов России. Кстати говоря, по моей просьбе здесь приезжал представитель архитекторов России и они обещали, что в ближайшее время здесь будет проведен такой семинар, большой семинар, такое совещание именно по историческому, сохранению исторического наследия города Архангельска. Но возвращаясь к набережной, кроме того, что, ну, там никакие там пентхаусы, там действительно достаточно интересная архитектура этих домов, но и инвестор, это обязанности инвестора полностью сделать набережную. И набережная от пограничников до дальше здесь, до Красной пристани будет проходной. Они сделают это тоже, в том числе, за свой счет. То есть, и в этом плюс. Мы также планировали и просили военных и предлагали им место там в районе экономии пограничники, чтобы они освободили этот ковш и чтобы полностью набережная была проходная до морского речного вокзала, вдоль строящегося храма. Ну, к сожалению, там у военных свои задачи мы не могли это, но свои условия поставили. Так что, я думаю, что мы в ближайшее время увидим набережную достаточно красивой, инвесторы есть, это очень здорово. Еще раз говорю, над городом, в городе Архангельска много кранов, это значит, жизнь в городе продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова